Здравствуйте! Мы сегодня находимся в сделанном санузле, который мы как раз и делали. И хочется поговорить о ремонте и осветить какие-то нюансы. Здесь наблюдается такая достаточно рельефная плитка, называется она в основном типа 3D-плитка. Какие сложности возникают? Вот посмотрите туда на потолок. То есть там есть натяжной потолок, примыкает к рельефной плитке. И в итоге вы видите, что там появляются зазоры. И стоит вопрос, заделывать их чем? Ну как вариант, можно силиконом. Главное дело, чтобы это все было заказчиком согласовано. Потому что есть такие заказчики, очень-очень кропотливые, педантичные. С ними иногда даже говорить все очень тяжело. Так, ну поехали дальше. Хэнгроузский такой смеситель здесь стоит, достаточно увесистый. Ему можно на самом деле убить. Но тяжеленный. Так, что еще? Стойка душевая. Ладно, цена тоже немаленькая. Какие еще особенности? Ну вот допустим, вот этот производитель данной тумбы, тоже цена там зашкаливает. Дубра вид. А на практике оказалось, что не на очень практичная эта тумба, когда мастер ее устанавливал. То есть там с регулировкой все очень тяжело, да? Получается, да. То есть есть намного удобнее, намного практичнее тумбы, которые, ну, и регулируются, и позволяют больше возможности манипуляции мастер-удар. Так, что еще хочется сказать? Это не керамогранит, это плитка. Затирка здесь использована обычная. На качество укладки плитки можно посмотреть сюда. Подойди сюда. Здесь применялись системы СВП. Плитка очень, видите, длинная. Какая у нее, 75, наверное, да? Метр. А, метр даже. Елки-палки. Метровая плитка, да, вот здесь, кстати, видно ее прям сразу. Посмотри сюда. Видно плитка отсюда и до суда. Метровая плитка потребовала применения СВП сразу в нескольких местах. Это, покажи сюда. В области вот в этой, потом вот в этой, в середине. И, соответственно, на другом крае. Почему три было СВП, точнее, точки крепления на одной линии? Потому что середина просто-напросто даже чуть-чуть выгибается. То есть надо было сгонять даже середину. То есть на такой длине плитки середина может не сходиться. Так, какие еще особенности? Так, так, так. Ну, особенностей так освещать особо нету. Вот мое личное мнение, немножко пол не гармонирует со стенами. Но, как говорится, на досвет и вкус товарища нет. Так, ну а теперь можем пройтись в туалет, в котором сейчас происходит установка самого унитаза. Вот. И посмотреть, что у нас здесь сделано. Вот такая вот раковина. Места тут, конечно, достаточно. Вот. Унитаз, крышка еще пока не установлена на держателе. Это сейчас процесс. То есть, что еще? Какие особенности? Здесь тоже вот эта вот рельефная плитка доставила очень много проблем. В каком плане? Ну, не то, что, точнее, даже головоломок. Ну, ладно, потом объясню. Можем посмотреть сюда на систему сантехническую. Прямились, пожалуйста. Здесь используются системы от утечек. Это аквастораж, фильтра, редуктора и тому подобное. Все собрано достаточно качественно и выглядит тоже очень хорошо. Там же встал накопительный бак. Так. Кстати, между прочим, что еще хочется сказать про колесики. Вот давай-ка сюда вот эти колесики. Вот эти колесики здесь идут не от производителя. Это мастер, который меня сейчас снимает. Устанавливал их как раз сюда, чтобы движение люка было более-менее плавным и правильным. Чтобы не повредить торцы вот этого самой плитки. И вот подумав, решил поставить на колесики. Колесики с двух сторон. То есть, получается, когда у меня лежит плитка, здесь небольшой зазор по 3 мм слева и справа. Я смело вот так открываю колесики, что с одной, что с другой стороны не дадут мне ее подсокать. То есть, вот это вот дело, у меня стучатся колесики, но не будет стокаться плитка. Вот и вся фишка. То есть, когда... Что было на объекте, с того и... Да, конечно, в следующие разы. Просто это можно жать на вооружение. Таких санузлов с подвесным унитазом, где задняя стена шлюком, чаще всего шлюком. Хочет, если захочется, заказчику цельную плитку, то можно придумать опять же такой вариант. В принципе, не знаю как. Может быть, кто-то скажет дрянь, но кто-то скажет. Так, сейчас я покажу в итоге немножко на примере, как это все происходит. Постараюсь. Да, кстати, вот... Вот, между прочим... А, ты закроешь, подожди. В общем, в итоге, на самом деле, задача, вот видите, посмотрите сюда, между прочим, здесь уже есть скол. Это заказчик сам сказал, что он сколол. Вот, между прочим, признал свою вину, когда открывал. То есть, понимаете, такая штука. С одной стороны, заказчик ставит задачу прямо от стенки до стенки, чтобы люк закрывался, да? А у мастеров стоит задача, как же ее реализовать так. Господи, я вот даже боюсь это делать, блядь. Ну, хоть колесики стоят. Шарнир снизу подать. Так, шарнир там еще снизу. Так, 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 ну ты... Все, заталка. Давай. Так, в общем, в итоге я двигаю люк туда, и колесики хоть чуть-чуть, но предохраняют нас от сильного движения вправо-влево. Так, все, левую сторону первую заради. Так, левую первую сторону, да? Так, все, секунду. Левую до конца завел, а правую потом защитил. Так, ну все, мне это удалось. Какие нюансы? Здесь не получится избавиться от шва. Хотя, может быть, и получится, но, говорю, это все наложен в сложности на открывание люка. Потому что, ну, если здесь у нас, говорю, будут уплотнители какие-то силиконовые, я даже не могу пока представить, как будет тогда люк открываться. В других вариантах он как бы открывается. Здесь такая вот задача от стенки до стенки. Так, кстати, между прочим, проще, естественно, открывается люк, который... Здесь бы был кусочек плитки, здесь бы кусочек плитки, да? И он бы открывался. Там у нас нету возможности подбить люк, ну, правую и левую стенку. В общем, в итоге вот задача есть. Вот выполнена таким методом, максимально возможным, который мы нашли в данных условиях. Если мастера, которые нас сейчас смотрят, знают другие варианты решения данной задачи, мы будем рады выслушать вас. Чуть-чуть все-таки есть, да? Очень чуть-чуть. Очень чуть-чуть, да? Есть. Ты очень чуть-чуть это с ухмылкой говоришь? В общем, плитка стоит порядка 5000 рублей квадратный метр. Но вот Валерий Мастер, он замечает своеобразные дефекты этой плитки. Но, прямо скажу, на основании своего опыта, ровной плитки практически сейчас нет. То есть, это вообще единицы, и тут даже иного дела не в цене. Здесь используем вот такой вот вариант. Это пожелание заказчика дали минивайра, планочка. Здесь, кстати, я говорю, здесь вообще все практически было согласовывалось, согласовывалось, согласовывалось. Вплоть, говорю, там чуть ли не какой шуруп закрутить. Это, на самом деле, какие-то, скажем так, излишние согласования. Ну и раз. Что накладывает достаточно большой отпечаток на скорость работы. В итоге, что первая планка получается, тоже все согласовано, да? Да. Вот эта планка и вот эта планка, это все согласовано с заказчиками. Какие нюансы? Вот здесь есть хорошее такое преимущество, хорошее. Это 3 сантиметра вот этот порог в единой плоскости с остальным полом. А зона санузлов, точнее, полы санузлов, опущены на 3 сантиметра ниже. Для чего? Для того, чтобы здесь была какая-то кратковременная, такая своеобразная ванна на случай каких-то утечек, которые можно, ну, в кратковом срочном периоде заметить. Естественно, если будет у вас топить-топить, то никакой порог там не спасет. Вот. Так, ну, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok